Так, слушайте, Мадуро, кандидат в президенты Венесуэлы, вот сегодня восхитил меня тем, что на него накакала птичка. А он сам прокакал, а не говорит. Мне уже вспомнилось, Суарш, был Суарш такой, слушай, был такой Суарш в Португалии, президент, который нужен после диктатуры. И он, и там была такая песня, сейчас я уже мотивы не помню, помню только слова. Умагайвота пайрава, пайрава, и на Суарш кагава, кагава. Ну вот, это значит, что чайка летала-летала, и на Суарша какала-какала. Вот, и, значит, и тут птичка, опять птичка, опять птичка, и она летала. И я подумал, господи, вот когда я слушал про это, я подумал, господи, вот мы говорим о возвращении мракобесия. Вот мы говорим об архаизации российского общества, мы говорим о пренебрежении властными слоями мнением московской интеллигенции, мы говорим о наступлении какой-то черной сотни, какого-то мрака, мы об этом говорим. Не без основания, не без основания. Но, господи, до чего же у нас действительно светлые вожди? Боже мой, до чего у нас светлые, хорошие, замечательные, образованные вожди? Понимаешь, вот нашу нацию ведут непонятно куда, потому что там никто не был. Они нас ведут непонятно куда, они сами там не были. Но, до чего же они образованные, замечательные люди? Господи, ну слушай, послушай Мадуро. Мадуро, который 14 апреля будет выбор в Венесуэле. И он начал такую, ну как бы окончательный этап своей предвыборной кампании накануне в доме Чавеса с его братьями. Чавес, который умер. Ну, дом-то его есть в каком-то мухосранском местном, так сказать, там, понимаешь? Вот. Значит, он там поехал в этот дом, сел на какие-то пластмассовые стулья. Видно, скромный быт, все это вот близость к народу. Это действительно очаровывает. И рассказывал рассказ, который я вам сейчас переведу. Послушайте, вы послушайте, как он это рассказывает. Потому что, я еще раз говорю, восхититесь. Вами правят сегодня, вами правят филологи и юристы. Филологи и юристы. Европейские образованные филологи и юристы. Из Ленинградского, из ЛГУ, из Ленинградского госуниверситета. Да, немного, не мало. Немного, не мало. И послушайте, что могло бы быть в смысле мракобесия. И позавидуйте сами себе. Скажите, боже, как хорошо, что мы живем в России. Смотрите, вот как рассказывает Мадуро, вице-президент Чавеса, о том, как он общался с Чавесом. Я буду тихонечко переводить, но громко. Договорились? Смотрите, поехали. Дайте мне второй микрофон. Никто же никого не интересует. Я знаю. А, ну правильно. Потому что программа на втором. Да, все правильно. Ага, поехали. Да. Чавес перешел сейчас к высшей четвертой жизни. Он полетел, 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 как сказала какая-то родственница Чавеса. И он перешел сейчас к высшей жизни, четвертой жизни. Оттуда он нам поет, оттуда он за нами присматривает. Чавес, с небес, с небес. Чавес оттуда за нами присматривает, с небес. Я вам расскажу, что сегодня было со мной утром. Я зашел в крошечную часовинку. Копия, чики, тыка. Они любят уменьшительные суффиксы. Где-то 8-8.30. Потолок, потолок из дерева, деревянный потолок. Он зажел в часовинку. Один. И там огромная фотография Чавеса. Уна фотогранде. Большая фотография Чавеса там в часовне. И Христос. Сейчас до Христа дойдет дело. Сейчас, подожди, Христос не на первом месте, конечно. И вдруг влетает крошечная птичка. И над головой делает три пролета. Влетает птичка и делает три пролета. Смотри. И потом остановилась, села на какую-то деревянную деталь. Вот так. Это сделала птичка. Это сделала птичка. Я стал смотреть на птичку. И стал свистеть тоже в ответ. И птичка посмотрела на меня удивленно. Смотри. Это он в ответ свистит. Эль пахаритон и вью раро. И все. Ну, понятно, да? Потому что он подумал, птица подумала, что перед ней придурок. Она, птица, посмотрела на ее раро. Все. И я почувствовал дух Чавеса. Эта птичка потом еще раз облетела мою голову и улетела. И я почувствовал Эли Спириту Дэль. Я почувствовал дух его. Дух его носился в часовне. Сейчас еще. Это значит, он нас благословляет. Он говорит, идите в бой. Начинайте бой. Это благословение. Это благословение. Я так чувствую. Я чувствую так душой и сердцем. Сейчас они посадят. Да, ну все. Ну все, значит. Все. Значит, там и дальше, и дальше, и дальше. И народ никогда не подведет, потому что народ никогда не подводил Чавеса. Народ никогда не подводил Чавеса. Скажи на милость. Когда ты слышишь выдающихся филологов современности, например, Сергея Иванова, глава администрации, он филолог, ты знаешь, да? Да, по-моему, по-моему, словист. По-моему, словист. Не знаю точно. Вот мне кажется, словист. Значит, или когда ты слышишь романа германского филолога, романа германские отделения романиста, не знаю, известного филолога-романиста Игоря Ивановича Сечина, он, ну скажем, у него французский-португальский. Французский-португальский. Ну вот, он лингвист. Когда ты слышишь выдающихся юристов современности, пожалуйста, Дмитрия Ивановича Медведева, Владимира Владимировича Путина, тебе тепло не подступает к твоему сердцу, тепло после того, как ты слышишь, как в других странах. А слушайте, а у Мадуру какое образование? У Мадуру образование трудно сказать. Трудно сказать. Но мы можем посмотреть, это не проблема. Нет-нет, он какой-то самородок какой-то. Но у нас даже Ельцин, который был абсолютный самородок, который был самородок в плохом смысле этого слова, понимаешь, даже Ельцин таких глупостей не говорил, понимаешь? Я думаю, что будущий, Мадуру Вики напиши, я думаю, что будущий президент России, вероятно, может быть, через одно поколение, когда у нас, там, Николас Мадуру, пожалуйста, будущий президент России через одно поколение будет кретином. Еще потом. После Путина будет кто-то еще сносный. После Путина будет кто-то сносный. А потом уже придет кретин настоящий. Потому что деградация же не может остановиться. Но надо дойти до предела. Правильно? Так, он был водителем. Он начал свое... Он был водителем. Потом он был сотрудником каракасского метро. Потом он закончил среднюю школу. Уже после этого он закончил среднюю школу. И потом он помогал, как активист, помогал освободить Уго Чавеса, когда тот подзалетел на первом государственном перевороте. Уже Уго Чавес сделал первый государственный переворот неудачный. А потом уже все пошло удачно. И как раз Мадуру был рядом с ним, время от времени заканчивая среднюю школу. Женат на известном левом политике, которая теперь спикер законодательного органа. Это весь там фолк. Это фолк-ансамбль. Это фольклорный ансамбль. Это... Спасибо нашим. Боже, спасибо. Ребята, спасибо всем властям. Всем. Сергею Семеновичу. Всем. Потому что еще до этого не докатились. Как вы... А? Ну это круто. Делитное дело, кстати, да. Неудивительное. Всеобразованные люди. Светлые, светские, европейские. Спасибо властям, что вы не венесуэльские власти. Боже, как я счастлив.